Здравствуй вас на канале Школа iOS Разработчиков. С вами Александр Сенин. Это курс по UI-киту и сегодня мы разбираем UI Storyboard и как его использовать для переходов между контроллеры. Если у вас будут появляться какие-то вопросы по ходу этого задания, то смелее задавайте их в комментариях. Также лайки и подписки на канал приветствуются. Итак, создаем новый Xcode проект. Я его так и назову Storyboard. И сейчас, используя Storyboard, мы решим с вами задачу перехода между контроллерами двумя способами. Итак, у нас есть наш один view-контроллер. Давайте еще создадим один view-контроллер, view-контроллер. Так, чтобы нам не путаться, я второй view-контроллер, view-ку его сделаю, а давайте мятный, да, такой вот ненапрягающий мятный цвет. Соответственно, на первом view-контроллере у нас будет кнопка, при нажатии на которую должен появляться второй view-контроллер. Соответственно, на втором view-контроллере у нас тоже будет кнопка, при нажатии на которую он будет у нас исчезать с экрана. Так, первое, что нам нужно сделать, это создать файл второго view-контроллера. UI view-контроллер. View-контроллер 2 я его назову. Ну и сделать связку на Storyboard. Есть. Теперь, чтобы использовать Storyboard для перехода между view-контроллерами, первое, что нам нужно сделать, это назначить ID, Storyboard, как это сказать, Storyboard ID для данного контроллера. Я его назову view-контроллер 2sid. Не стесняйтесь давать ID длинные названия, так будет меньше путаницы. Итак, следующий шаг, что нам нужно сделать. Давайте сразу в Assistant Editor вытащим экшены для нажатия на кнопки. Так, push button action. И для второго view-контроллера сразу вытащим тоже кнопку. Push close action. Так, все, больше Storyboard нам не нужен. Идем в контроллер. Теперь при нажатии на кнопку, что нам нужно сделать? Нам нужно обратиться к нашему Storyboard. Причем это переменная нашего класса view-контроллер. Это будет тот Storyboard, к которому принадлежит этот view-контроллер. То есть, в данном случае наш main Storyboard. Поскольку второй Storyboard тоже находится на этом view-контроллере, то мы, соответственно, можем использовать эту перемену. Далее, вызываем метод instantiate view-контроллер with identifier. И вот здесь, там, где у нас ID, мы пишем тот ID, который мы придумали для нашего view-контроллера. Вот этот длинный ID. Соответственно, тем самым мы получаем наш view-контроллер 2. Что мы теперь можем сделать? Теперь мы можем его запрезентить. Вызываем функцию present view-контроллер 2 animated true. Ну и сразу на view-контроллер так, у нас какая-то ошибка. А, да! Смотрите, view-контроллер 2 у нас может быть nil. Да, поэтому он нам ругается, что ты, пожалуйста, говорит его, разверни нам эту переменную. То есть, если мы укажем сюда какой-то несуществующий ID, то у нас в переменной будет nil. Поэтому мы можем сделать это двумя способами. Первый, мы можем просто смело развернуть эту переменную, поскольку мы точно знаем, что на нашем view-контроллере есть storyboard с таким ID. Либо поступить безопасным образом. То есть, вот таким проверить. А у нас точно он есть. Если есть, тогда мы его презентим. Ну и здесь, когда мы нажимаем кнопку close, я вызываю функцию dismiss, которая у нас скрывает этот storyboard с экрана. Так, все, давайте тестить. Должно уже все работать. Достаточно просто здесь у нас все работает. Итак, нажимаю push me. Вот появляется второй view-контроллер. Нажимаю close. Закрывается. Появляется. Закрывается. Классно все работает. Иногда это, значит, первый был способ. Второй способ, он, можно сказать, более сложный немножко, да. Но в больших приложениях он более предпочтителен для использования. Значит, как я делаю частенько, да. Я создаю статический метод, статическую функцию show и говорю, в каком view-контроллере показать мне вот этот view-контроллер. show in view-контроллер. UI view-контроллер. А здесь я уже непосредственно формирую view-контроллер 2, используя тоже storyboard. Но я не могу здесь обратиться к методу storyboard, потому что его просто нету, да, поскольку сам view-контроллер в статичной функции не инициализирован еще. И там не к чему вообще обращаться. Вот. То есть тут два варианта. Мы можем, в принципе, обратиться к storyboard вот данного view-контроллера. То есть мы можем обратиться к нему, к этому storyboard и инициализировать view-контроллер, используя ID данный. Но если у нас view-контроллеры будут на разных storyboard, то есть они на made storyboard, и, может быть, мы еще какой-то storyboard сделаем для каких-то других целей, тогда этот метод у нас работать не будет, да. Поэтому в этой ситуации нам лучше storyboard сформировать следующим образом. Вызвать UI storyboard и указать название storyboard, в данном случае это main, и bundle, в котором этот storyboard находится. Тут два варианта, да. Либо указать nil, это значит, он возьмет bundle приложения по умолчанию, либо указать bundle main. Ну, давайте так оставим, да. Значит, теперь мы получаем наш view-контроллер. Также давайте проверим, если view-контроллер у нас формируется. Тогда в том view-контроллере, который мы передали в метод show, мы его презентим. vc animated true. Так, соответственно, да, у нас, да, у нас, причем, очень интересно получилось у нас здесь view-контроллер, он у нас не опциональный. Так, то есть, итак. Лишняя скобка. Так, теперь у нас все заработало. И запускаем, соответственно. Да, мы не переделали вызов. Значит, вызов сейчас будет выглядеть гораздо проще. То есть, мы берем наш view-контроллер 2 и говорим, что покажи меня во view-контроллере. И также у нас, смотрите, все работает. Второй метод удобно использовать также для передачи, например, каких-то параметров во view-контроллер 2. То есть, если у нас здесь есть, например, переменная, какой-то параметр, да, строковое значение, то вот в эту функцию мы можем его передать. Как строковое значение. И вот здесь этот параметр для нового view-контроллера присвоить. То есть, естественно, только нужно будет сделать преобразование. Сказать, что это точно у нас view-контроллер 2. И нашему view-контроллеру параметру присвоить это значение. Да, соответственно, здесь указать этот параметр. Передаваться может вообще все, что угодно, да. Смотрите, во view-дитлоу можно посмотреть, что там у нас в нашем... А, давайте даже не так. Давайте присвоим значение кнопки нашей значению параметра. То есть, вот сюда вытащим outlet для кнопки. И здесь для нашей кнопки установим title. Соответственно, для state normal. Ну и во view-контроллер давайте я передам superclose кнопку. Супер закрытие. Нажимаю push-me. И вот, пожалуйста, наша кнопка superclose. Да, только немного ее нужно выровнять. Потому что... Так, значение не вошло. Итак, push-me. Вот, пожалуйста, superclose. Мы передали парам и установили это значение для title-кнопки. Итак, вот так работают storyboardы. В частности, инициализация новых storyboardов через метод instantiate viewcontroller with identifier. Повторю, да. Значит, что мы с вами сделали. Мы с вами назначили на storyboard ID для этого storyboard. Следующее, что мы делаем, это через storyboard и метод instantiate viewcontroller мы создаем, соответственно, наш контроллер. Указываем, к какому классу он принадлежит. Если это нужно, например, если мы хотим передать параметр, да. И просто для viewcontroller вызываем метод present и указываем этот viewcontroller в нем. На сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях.